всем привет это урок 0.1 по roblox studio дело в том что перед тем как начать программировать нам нужно немножко познакомиться с редактором я думаю что с меню так не могу понять ага все отлично загрузилась загрузился шаблон я на него два раза шелкнул бейсплейт мы часто будем с него начинать кстати я кручу камерой зажав правой кнопки мышки вот колесиком можно приближаться отдаляться как бы ближе дальше ну а двигаться влево вправо знаете как в играх например в а sd кнопочки все тоже самое единственное еще есть кнопки рядышком с этим васт q и кнопочка и это подняться и опуститься выше и ниже вот так что же еще у нас есть меню меню тут нечего объяснять единственно в settings в настройках есть под меню рендеринг отрисовка и вы можете выбрать не автоматическое качество отрисовки ну что повысить fps как в играх а поставить например какой-то уровень там например 3 начиная с 12 уровня я не буду нажимать потому что тут выпадающее меню со списком если нажму то мне roblox скажет что что вы тут изменили давайте-ка перезагрузим программу и так если у вас тормозит компьютер вот здесь вместо automatic ставите level 1 level 2 и level 3 ну попробуйте вот это вот настройка для редактора когда мы в редакторе находимся а вот эта настройка для игры когда мы запускаем нашу игру и тестируем не будем ничего менять понятно здесь открыть сохранить и так далее это все открывается и сохраняется на вашем локальном диске на диске вашего ноутбука компьютера а вот это кнопочка позволяет опубликовать ваши материалы ваши модельки ваш мир на сервер на сервер roblox это очень удобно что если вы перейдете с компьютера на компьютера у вас всегда под рукой будет ваш мир с вашими моделями не нужно будет таскать ничего на флешках вот ну и в конце концов когда вы опубликуете это онлайн другие люди смогут поиграть вашу игру если вы делаете игру так давайте дальше вкладка плагины какие-то добавочные плагины они много 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 разных вещей делают ну например позволяют рисовать симметричные рисунки например вы рисуете восьмигранную башню вам достаточно нарисовать только одну стену все остальные семь кусков этой стены будут нарисованы симметрично относительно центральной точки башни ну там много всяких чудес про это я наверно не буду делать уроков поищите в интернете view очень полезная вкладка позволяет спрятать и показать нужные ненужные окна ну нам всегда будут требоваться два окошка explorer переводится проводник как проводник вашей windows и properties это свойства свойства каких-то объектов но здесь объекты маленькие все объекты состоят из деталек деталь называется парт вот это тоже деталь вот этот вот серый фон у нас bass plate база базовая площадочка мы можем нажать на этот bass plate я уже нажал так ну если два раза нажмешь начинать переименовать ну как обычные папки windows понятно да тоже можно переименовать вот здесь начинают показывать свойства этого объекта вот выбрал этот объект этот объект есть какие-то свойства есть bass plate что можно у него сразу изменить допустит цвет я опять серый выбрал ладно пусть так и будет материал пластик можно материал ему выбрать там другой например трава что-то даже нет пусть будет пусть будет пластиком про это я еще про материалы расскажу чуть позже и так оставили два окошка explorer и properties вот они два дальше если мы будем программировать нам в принципе будет требоваться вот это окно output здесь печатается какой-то текст отладки наших игр так вкладка тест но она в принципе нам не нужна она нужна наверно тем кто отлаживает игру сразу с 8 мультиплеером несколько человек цеплялись на ваш сервер и играли дальше здесь есть кнопка эмулятор можно посмотреть как ваша игра будет выглядеть на планшете и на смартфоне так отсюда еще запускает игру но мы будем запускать вот этой маленькой кнопочкой видите она присутствует всегда здесь можно даже настроить какие кнопочки вывести сюда наверх новая отмена запустить игру вы поняли что вот здесь вы сможете настроить как в других редакторах так home home здесь основные инструменты когда вы уже сделали все свои модели дома самолеты дворцы деревья роботов и так далее и просто их здесь размещаете двигаете если вы хотите создать модельку ну к этой вкладке еще вернусь то нажимаем вкладку модель здесь очень много что можно будет сделать с моделями модель это например собранная из частей машинка так давайте посмотрим что там у нас home так ну вот давайте из home выберем например редактор редактор ландшафта очень интересная штука она показывает ну ладно сейчас не важно что про это показывает мы нажимаем и она начинает рисовать землю причем она рисует по той если вы будете мышкой двигать влево вправо она рисует после того как вы зажали по вот этой вот решеточке которая нарисована если мы хотим рисовать как-то под углом мы должны повернуть нашу камеру видите я поворачиваю камеру она уже под углом стала сейчас давайте попробую нарисую вот видите склон получился так если хотите рисовать сверху так например вот так вот пожалуйста так можно выбрать чем рисовать песок рог это там какие-то камни что тут вода земля какой-то песчаник камень такой слэйт это тоже что-то типа песчаник а не помню снег снег на горах можно например уху сделать вверху сделать грязь грязь ну вы поняли что как как камеру поворачиваем так вот это вот решетка поворачивается так это я колесиком мыши приблизил так ну честно мне говоря хочется это все убрать уже так смотрим сайс сайс это каким куском рисовать видите вот можно выбрать сразу большой кисточку кисточку сила сила это как она влияет на соседние на соседнюю местность видите тут очень большая сила сейчас выбрана стрэнч и нет плавного перехода вот давайте я стрэнч уберу поменьше сделаю и давайте посмотрим как вот описание так слишком большая кисточка наверное так кисточку давайте поменьше сделаем ну ладно я большой большой разницы не вижу вы сами поиграйтесь посмотрите шейп это какая какой кисточкой рисовать квадратной или круглой например стены у замка ну наверное будем рисовать квадратный вообще мне нравится что я вижу как как здесь редактор работает ландшафтов причем этот ландшафт он не имеет никакого отношения к нашим роботам машинкам что мы будем делать так материал сеттинг авто если мы сделаем авто то видимо материал будет так давайте посмотрим материал будет выбираться сам ага понятно он смотрит когда мы наезжаем на какие-нибудь уже на какой-то имеющуюся землю и он пытается примерно тем же и начать рисовать так что смотрите видите я подвожу и высота выше выше решетка наблюдайте за ней решетка здесь показывает что мы сейчас вот на этом уровне будем рисовать если я возьму нажму зажму мышку здесь то она возьмет камни и будет тянуть здесь если я зажму мышку здесь она возьмет траву и будет рисовать вот ну я думаю что можно еще сделать так давайте посмотрим что еще это 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 добавлять это мы как бы насыпаем грунт сверху вот а есть сабстракт это наоборот как будто лопаткой вы а вот как раз тут стрянч наверное и влияет давайте круглый размер вот видите мы отгрызаем кусочки и получается у нас такие обкусанные вот до байс плейта так что еще можно snap to grid это значит по решетке двигаться это наверное видно когда квадратные стенки рисуете игнорировать воду ну действительно если у вас вода уже здесь будет то вы можете менять просто береговую линию а вода останется водой нормально это не трогаем paint paint можно уже на каких-то на каких-то стенах просто покрасить эти стены другим материалом кирпичиком кстати классно кирпич становится кирпичом он не круглый кирпичи всегда кирпичи вообще здорово сделано лава есть какая-то так дальше смотрим grow это означает что мы скорее всего ничего не рисуем но мы просто поднимаем уровень видите оно должно расти вот я шевелю так здесь плохо видно давайте наверно на кирпичах посмотрим ой я так далеко наверно был от этого от всего так давайте посмотрим на кирпичах да начинает сверху так погодите grow оно начинает зарастать ну вот когда проходит время кирпичи разрушаются видите тут у нас песок песок рассыпается трава начинает расти здорово и это разрушение ветром или здесь сильнее разрушение идут от ветра от перепада температур smooth это сглаживание например у нас где-нибудь вот угловатые вот есть смотрите как сгладить острые углы так опускаемся я еще с этими кнопками не очень дружу так и давайте вот эту стенку вот я пытаюсь ее сгладить или я ребят здесь очень сложные сделал структуру у меня компьютер слабенький в общем smooth он должен сглаживать углы ну вот я вижу что да что-то сглаживается потихонечку нажимаем и чуть-чуть двигаем и вот видно что сглаживает так regions можно выбрать какой-то кусок так вот выбрали мы его теперь мы этот кусок можем двигать наверное ага все правильно видите прям кусок вырезался здесь все ясно кусочки так resize мы можем этот регион выбранный мы можем его растянуть и он пропорционально растягивает все вот эти вот лаву землю rotate ну обычный rotate можем повернуть его вот повернул на бок копировать можно этот кусок и потом зажать paste paste например нарисовали какую-нибудь разрушенную башню можете ее скопировать и потом так что за fill fill это закрасить чем можно закрасить например водой давайте попробуем вот эту вот дырочку ах здесь регион был выбран какой регион закрасить водой ну ладно думаю с этим редактором вы разберетесь хотя вот я вам первую кнопку еще не показал давайте на нее посмотрим generate он спрашивает что будем биом маленький делать средний оставим по умолчанию давайте сначала размер ну размер видимо по моему бейсплейту 256 в чем они тут измеряют вообще-то они измеряют измеряют в детальках ну ладно оставим если вот это число вы запомните и захотите в следующий раз сгенерировать точно такой же ландшафт который был до этого сгенерирован достаточно это же число ну давайте например не счастливое число 13 если вы на своем компьютере это число введете у вас точно такой же ландшафт получится который я сейчас сделаю так пещеры да будет пещеры биом не знаю что биом наверное имеет отношение к траве растений тут не будет так будут у нас здесь горы каньоны пусть каньоны будут дюны лаву не надо холмы пусть будут плейнс это как сказать в общем ровные такие площадочки так вода пусть будет генерируем и вот он начинает видно что с заднего с дальнего края или видимо как камера у меня была повернута мы видим в разрезе даже интересно что там у нас камень вверху немножко земли сверху еще немножко там какой-то глины и жалко сдвинуть не могу можно нажать пауза или отмена давайте я нажму отмена и мы уже посмотрим то что нам здесь сделали кстати в роблоксе по умолчанию ваш герой может плавать в воде сам будет плавать так ну по моему классная получилась здесь у кого видеоплата получше наверно и вода покрасивее переливается не так как у меня ну отлично так дальше что у нас тукбокс закрываем эту штуку открываем тукбокс ага ну здесь стоят мои переводные картинки так выбираем модели он из интернета подкачивает какие модельки можно ставить например хватаем вот эту елочку и ставим ее сюда если хотите найти в тулбоксе так вот он видите тулбокс вот эта кнопочка тулбокс показать спрятать если хотите другие деревья найти просто здесь печатаем три по-английски словарики посмотрите то что вас интересует робот например какой-нибудь вот ну давайте вот сюда еще одно дерево классно да так а здесь можно еще выбрать если я публиковал свою игру то здесь все мои модельки и все мои картинки вот здесь картинки хранятся переводные картинки которые можно на какую-нибудь деталь переводить так давайте я сделаю детальку и сразу закончу этот урок и начну писать 0.2 так brick вот этот у нас brick давайте я его чуть-чуть увеличим скейлом вот отлично теперь я хочу на него перевести на вот эту верхнюю его поверхность перевести картинку которую я нарисовал отпускаю все отлично так смотрим наш workspace здесь у нас ну камера понятно она невидима которую мы смотрим terrain 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 мы сгенерировали это ландшафт наш какая-то елочка ну это мы поставили просто дерево можно переименовать все как хотите base plate ее не видно там серая наша штука а вот эта деталька можно переименовать например давайте морда по-моему русскими буквами тоже можно использовать но я не рекомендую если вы захотите чтобы вашу игру поиграли и чтобы ее не удалили и чтобы ваш аккаунт не заблокировали никогда никакие неприличные картинки и неприличные модели не загружайте потому что вас заблокируют и все что вы создавали все исчезнет еще хотел сказать что эти наклейки можно еще наклейку например на боковую часть сделать вот сюда например вот я курсор вожу вот сейчас отпущу и она здесь появится также наклейку можно несколько наклеек на одну и ту же грань нанести они будут просвечивать ну про это вы наверное посмотрите другие уроки так ладно на этом урок 01 я заканчиваю